Одесская теннисистка Елена Пласкина не согласна со своей пожизненной дисквалификацией будет подавать апелляцию в спортивный суд в Лозане. Об этом спортсменка рассказала репортеру. По ее словам, организация, которая борется с договорными матчами коррупции в теннисе, обвиняет ее не в организации договорных матчей в 2016 году, а в том, что она якобы уклонялась от сотрудничества со следствием, как свидетель по делу. При этом письма приходили ей на нерабочую электронную почту Mail.ru, использование которой в Украине заблокировано. Вот в этих всех СМИ написано «неправда», то есть там громкие заголовки, которые якобы, что я организовывала какие-то договорные матчи, но этого не было. В моем обвинении вот действительно то, что написали, написала вот эта организация антикоррупционная, теннисная, что они меня дисквалифицировали только по тому поводу, что я якобы три года не отвечала, не помогала следствиям. Она дала пояснение, как свидетель, что она не знает данных игроков и ей ничего про это неизвестно. Была переписка с организацией, которая занимается антикоррупционной защитой договорных матчей между теннисистами. Ей писали, она отвечала на вопросы. И сейчас, спустя столько лет, для нее это совершенно неожиданно, потому что она ни в чем не виновата. Она позвонила туда. Ей сказали, что она может заплатить 20 тысяч долларов, и она ни в чем не виновата, и может, если хочет, играть дальше. Кроме того, в период разбирательств дочь легендарного футболиста-черноморца 80-х Владимира Пласкины не принимала участия в играх ITF. В связи с рождением дочери. С соответствующими пояснениями она обращалась, но ее доводы к сведению не приняли. После того, как я дала покатание в полиции, я забеременела и была беременна целый год. Я не участвовала ни в каких турнирах, год уже, даже два почти. Я ничего не играла, и я им точно написала и сказала эту ситуацию, что я не хочу ни в каком следствии участвовать. И все, что вы не можете меня вызывать, у меня сейчас не до того просто. А они просто присылали имейлы, письма, что спустя год, вот как я родила, уже все, что типа следствия продолжаются на вот этих вот наших спортсменов. И типа им нужны подробности, дальше информация, что я якобы ее знаю, знакома с этими людьми и как бы пытаюсь утаить что-то. Хотя я же говорю, я все, что знала, я пришла и сказала. В последнее время Елена Пласкина выступала за немецкий клуб из Берлина, но не смогла помочь своей команде в последних матчах сезона из-за несправедливой дисквалификации. И сейчас девушка тренирует детей в Одессе и намерена оспаривать решение в высшем спортивном суде. Вот только сейчас единственный вариант это подать апелляцию в этот спортивный суд в Швейцарию, в Лозанна. То есть, но тоже я сейчас вот только прилетела с моих клубных матчей в Германии, вот, и буду разбираться, потому что только чтобы подать апелляцию, это надо тысячу долларов, плюс адвокаты, суды, поездки туда. Но пока я не представляю, как это все будет, и у меня пока вообще не так много времени они дали, то есть всего лишь 20 рабочих дней, чтобы все вот это разобраться и подать эту апелляцию.